здравствуйте дорогие друзья мы добрались до местности под названием чимаева который находится на павловском водохранилище очень хорошая дорога была у нас мы в этот раз ехали по трассе в отличие от предыдущих ситуаций местами после дождичка на гравийке было некомфортно но это наш мини-шоу-рум показываю где у нас кухня где нас купали пойдем показывать спускайся держись за поручни они так росли для тебя насколько ушла павловка то есть вообще вода вот здесь у нас здесь у нас будет спальня про спальню скажи что-нибудь думали будет дождище его не было в итоге ну ну и не надо я пошел спасибо итак друзья снова виду съемку после того как мы уже обосновались до этого увидели лишь так сказать одно название нашего лагеря сейчас мы поставили нашу спальню то есть палатку время сколько мы обезбашенные туристы время 16 00 я к чему говорю что мы обезбашенные к тому что дождь идет а нам плевать красивая погода моросящий дождик тонька уже там лежит спит отдыхает один сап надули хорошая вещь используется как гамак даже когда не плаваем вот до того как надули гамак естественно но мы сытые приготовили место для костра для шашлыка вот здесь вся наша амуниция все так раскидали здесь лишь здесь был привязан шварц топор тут и бросил без присмотра это очень плохо наверное я бросил сейчас покажу гордость гордость своего изобретения но это не изобретение как вам сказать посмотрите здесь ничего не было место конечно из-за того что вода отошла вниз такое и листы и листы но неприятная водичка была чуть выше вход в воду было приятный но лето жаркая вода отошла палатку водохранилище я принес 2 бит 2 бревна на самый конец двух бревен еще одно бревно под воду затем по всему берегу пробежался принес доски их было много их потому что водичкой прибивает берегу распилил распилил эти досочки и вы сделал так соорудил без гвоздей без ничего мостки соорудили йо парасы ты вот мы за так ножки моем вода кстати теплая знаете даже и выходим обратно на берег спокойно главное по центру наступать иначе опрокинется даст досочка подошел без гвоздей красиво здесь ребят красиво что я могу сказать сейчас штормлайн свой накачаю ну все в принципе рассказал делаем с каждым разом лучший выражаясь словами великого классика джигана сейчас не качаюсь сейчас начали на берегу павловки чимаево жарю щелчок ослабляю солнышко жарит сильно сурок шварц эльзи пойдешь хорошенький такой молодец люблю тебя люблю водичка есть у нас солнце хорошее нас как дела зашибись гадать гадать бога танцевать что ведь мочу судьбе не жаль дай ночи напролет под шум прибоя это лето не вернуть уже я знаю но когда печаль в моей душе я вспоминаю я то парус в этом мире только мы одни я а вкус и мы с тобою влюблены безалкогольные мотор обалденный шашлык обалденный а люди которые ходят нет люди которые ходят нет чтобы мы вот бесплатно научили кататься на санях я хатер тоже не видела, а волны фигачат волны прибивают шварц понял что зульфию свою не увидят спит грустит грустит шварц ты почувствовал зульфию мужик успокойся он привязан ой не привязан уверенный ха-ха-ха-ха отпусти меня я всех порву за зульфию я всех порву и мне это видео потом насть а вон мозг туда бежишь то срывается смотри смотри а нет сейчас не срывается да а нет я когда рыжего тоже рыжего спасал шварца от рыжего я вот так езжу он не на меня прыгает он на шварца а я еще выше шварца он не может допрыгнуть а потом хозяин в это время подошел ха-ха-ха на-на ес ес я топ не попал топ не попал и хозяин подбегает я говорю извините я вашу собаку не увидел она прямо из машины выбежала и она тоже да その все равно здесь частным часов все станет да так ведь да и так друзья я вот решил на разведку сходить так как мы Мы высадились в лагере недалеко от 12 апостолов, решил проверить, как можно добраться до 12 апостолов. Вот если приглядеться в сторону Солнца, вот там 12 апостолов. Завтра нам предстоит туда идти, против ветра. Сейчас было сложно идти одному, швак был на борту. Он сейчас включает, не включая эту местность. Дело в том, что, как сказали некоторые наши соседи, там где мы отдыхали, вот я вам сейчас показываю эту местность, сделали полностью частную собственностью. Точную цену не знаю, за одну сотку или за шесть соток, полтора миллиона короче. Земля, люди выкупили. И в итоге они сделали здесь базу отдыха. Отметил все, что надо своей мочой? Отметил? Молодец. Ну, это тень моя, солнце уже, видите, да? К закату готовится. Шварц, скажи привет нашим подписчикам. Хороший, кстати, здесь берег, приятный, можно купаться. Здесь остатки былого лагеря. Я так понимаю, ребята здесь устраивали баньку на берегу Павловского водохранилища. Вот все, что осталось от этой баньки. Шварц! Что я могу сказать, красиво здесь? Пошли обратно, а то нас заждались женщины уже. Настя, Соня. Для нашего мостка. Мы же мостик небольшой делаем. Пойдем уже, хватит кушать всякую падаль. Пойдем! Шварц! Короче, друзья, чтобы с пустыми руками не возвращался, решил захватить доску, которую вы видели до этого. Вот она, доска. Для нашего мостка. Шварц между ног. А сейчас возвращаться намного легко, потому что ветер дует в спину, нам клево. Сошла. Эх, не успел заснять вам катер, который пронесся. Сейчас такая волна идет, именно боковая, видите, да, боковая. Мы ее сейчас возьмем. Я так рад за вас. А? Я так рад за вас. Я вас за вас тоже, у вас тоже релакс классный. Супер. Вот, волна сзади идет, видно, да, что сзади волна идет. А нам пофигу. Знаете почему? А потому что у Энура хорошее чувство баланса на сапборде. О, меня шатает, а я такой, пофигу. О, стиль пьяного обезьян называется. Вот. Шварц волнуется. Шварц, ты волнуешься? Да не волнуйся, это же так себе волнишка. Это так себе волнишка. Это же не волна. Фигня. Немножко осталось до нашего лагеря, если так приглядеться, вон там белый-зеленый сап. На меня глядит игриво, пиво, 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 пиво. Шварц, иди на берег давай. А мы доску взяли, красивую доску. Просто там скамейка такая красивая была, я просто не мог не пройти мимо и взял доску. Это привычка тургояковская. Все, боссал. Так что завтра, если пойдем, 12 апостолов прямо за этим мысом. Прямо. Знаешь сколько? Где-то километр, ближе к берегу. Потому что местность открытая, придется ветер или стопы в ней получать. Несколько секунд жизни нашего лагеря. Сонька, как всегда, в своем репертуаре готовит доширак. Ильнур еще не развел костер, хотя костер там будет. Ильнур, ты тут рассказываешь, ты так-то тоже сейчас доширак жрать будешь. Естественно, я буду жрать доширак. Все себе, блин. Я специально в Чимаеву приехал, чтобы доширак жрать. А я нет. А ты, да, ты на ПП, ооо, ты фанатка ПП. Да, конечно. У меня не летает, лежбище у меня готово. Дочка трезвая. Тривашка нормальная. Дочка трезвая, но при этом она сожога. Под вопросом. И с подвернутой ногой. Мне кажется, что здесь что-то не чистка. А вот костер. Долгожданный наш костер. Мое умение переводить тему. Я сейчас приду. Это мы сейчас воду кипятим для дошика. Куда ты пошла? Я на ПП. Поэтому дошири, ты пришла. Шварц, иди с мамой, сходи куда-нибудь. Куда ты пошла? Я спешу. Понятно, в туалет. Мам, ты опять не потеряла? Вот таким красночным видео мы начинаем следующий наш репортаж. Чай скипелый, заваривается. Чай скипелый, заваривается, не хватает душички. Кстати, я считала, что в такое жаркое лето, в конце июля, вся душица уже отцвела. Но на Павловке очень много цветущей душицы. Просто поля цветущей душицы. Сейчас пойдем, собираем. Да. И крышечку так закроем. Чтобы он не выкипал. Чтобы он не выкипал. Пойдем за душицы, да? Ага, пошли душицу соберем. Пойдем дорогая за душицы. Тонь, мы душицу пошли соберем. Вот так выглядит закат. Но на самом деле это не закат, просто солнце заходит за деревья, а мы уже не увидим это солнце. Поэтому для нас это закат. Павловский закат. Там еще солнышко. А между тем, дорогие друзья, миссия выполнена. То есть не надо больше идти за душицы. Все, это возле нашего лагеря. Покажи, как ты это делаешь. Ну, как я это делаю? Просто выходишь в поле и там... Нет, не собирают, а как ты завариваешь. А, как ты завариваешь. Выходишь в поле. Смотри. Давай. Пучок души, ты видишь? Давай, вижу. Ты просто берешь вот так, уберешь. Ловкость рук, ничего. Вот так берешь и вот так вот там топишь и все. А, еще добавляем, пускай заварится. Да, пускай заварится. Можно водички? Да нет, ай, бляху. Держи, Ася, аккуратно. Ах, как ты горячий. Сейчас заварится. Блин, она выкипала водичка-то, выкипает, ребят. Надо за водой получше смотреться. А что ж ты в воды так мало положила, воды? Нет, воды я много положила. Сейчас не надо наливать, она же скипевшая. Ну и что, я хочу разбавить там крепкий чай-то у нас получился. Ну, хорошо. А я хочу такой, чтобы... Слушай, капец бухая, будет лезть, задушиться. Нет. Там надо будет добавить... Дай, пусть немножко покипит. Там надо будет добавить палки. А, ага. Котер, это как любовь, ребята. Полку не кинешь, потухнет. Согласны с этим изречением? Или можешь возразить мне? Свадьба музыку играет. Наши ровесники походила. Репертуар такой же, как у нас. Полковника никто. Все в точку, каждая песня в точку. Ну, они докупаются, по-моему, да? Вот у них, кстати, долго солнце. Видишь, у нас тень быстро к нам пришла, а у них еще солнце. Ну, что к ним тоже придет, Настя? Ну, тоже она сейчас придет, конечно, к ним, но просто подольше, чем у нас. Это точно. Там долго они спутся. Ну, что, они часто купаются? Да, вот они уже часа-полтора. Ну, там, наверное, люди меняются на купание. Ну, не знаю, полководки. Сонька, чем занимается? Книжку читаю. Чем еще на природе можно заниматься, да? Книжку читать? Ну, а что, все, интернета нет. Цифровой релакс. Мне даже сама поддаю, сама вот так хорошо, что интернет есть. Мне надо с подружками, да, общаться. Нет, ну, это же, это же, вот я в деревню приезжаю, я всегда, ну, как бы, я не отключаю телефон, но я к нему редко подхожу. Иногда раз в 4 часа, там, раз в 5 часов. У тебя сейчас телефон вообще в машине выключен? Да, у меня сейчас вообще, я вот приехала, я с ним, ну, а что смысл, у меня там нет связи. Все правильно. Я поставила ультраэкономию энергии. Все правильно, правильно. Швар, ждешь хозяйку Зухры? Не дождешься. Эльза. Эльза, то есть, это самка, собака такая. Самка. Я просто, я просто не люблю стирать вещи много раз. Ну, ты же все равно с природой начинай. Да в любом случае, практически все нужно будет стирать. Конечно. Джинсы, топ, их и так нужно было стирать. Нет, в соцсеть не попадет. Где же собаку, конечно? Там... Шварценеггер! Украли. Шварц! Пропили. Эй, шерстяной дебилоид, ты где? Шварц! Смотри, ну да, вот так. Вон, закат, видишь, глаза бьет. Офигеть. Молодец, молодец. Точно она коктейль не пила? Ну, говорится, что нет. Ну, пускай. Тут везде камни, я боюсь. Да ладно, сделай, что это колесо. Давай, без разминки. Без разминки, конечно. Разминки только дураки делают. Ю-ху, молодец. Вот и все. Эльничка. Эльничка. А ты сделаешь? Ну, я уже не хочу. Ты уже не в том возрасте. Завтра, да. Не в том возрасте. Тебе с ним еще две ночи ночевать? Шварц? В обнимок. Ты молодец. В рубле ночи? Ты шучала. Шварц, ты молодец. Шварц молодец, молодец. Доброе утро. Прекрасное, солнечное, теплое утро, воскресенье. Для меня оно началось сегодня в пять утра. Сейчас, наверное, уже полдесятых. Девять, без двадцати десять. Ну, даже без двадцати десять. Ну, что, я пытаюсь приготовить завтрак. На завтрак будет шашлык вчерашний, который необходимо срочно пожарить. Вот. Разжигаем мангал. Угли разжигаем, да? Уже собака идет по берегу. Где? Шварц не видит? Нет, не пускай не смотрит. А собака на него... Да. Шварц, я тут, все хорошо. Друзья, мы почти добрались до берега. Двенадцати апостолов. На скалы двенадцати апостолов. Немножко осталось, и, возможно, отсюда вы не увидите, но вот мы, сидя здесь на сапах, видим белый крест на одном из... горе, что ли, на одной из скалей. Скал. Думаешь, к нам идут? Нет, подворачиваю. А, добрались, друзья. До двенадцати апостолов. Думаю, вам видно отсюда крест, который стоит на вершине скалы. Согласно википедийской, говорят, десять лет назад сновидит. Ох, плечи встали. У Насте даже сил не хватило. До креста, до крепстей. Ну, она думала, что гребет сюда. На самом деле, ее волна уносила. Ветер уносил постоянно. Сейчас скажи нам. Да, я стою здесь, пока что не могу. Ну, давай, я сделаю тыгдын, тыгдын. Тыгдын, тыгдын, давай. Не получается. Ну, в общем, скажи, мы закрыли гештальт. Все, да, дело сделано. Наконец-то мы это сделали. Наконец-то мы побывали на двенадцати апостолов. Ну, с одной стороны, хорошо, что фануфа низкая, иначе мы бы сюда вообще даже пришвыртоваться не могли. Оказывается, что здесь нет берега. Все верно. Сейчас надо забрать собаку. Красиво. Наверх посмотрите, красиво. Куда смотрите? Куда? Вот отсюда видны снова. Мы сейчас до дома доедем. Прям до дома. До лагеря. До Биг Бая? А, да. До лагеря. До Биг Бая тоже можно, только не сейчас. По воздуху можно. Если туда пойти, до Биг Бая можно. Сначала до набережной. Да, сначала до ДЭС, а потом ДЭС прям вот так шлюш. Надо еще приземлиться. И потом чандар. Чандар, красный ключ. Красный ключ. Ты, 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 ты. Потом шакшат. И потом шакшат. Мы с дома сразу. Сразу прекрасно. Это говорит об усталости. То есть бред несут, потому что устали уже девочки. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И наш прекрасный отдых тоже подошел к концу. Пора спираться домой. Грустно. Ну, что поделать. Мы счастливы. Мы выполнили то, что хотели. То, что поставили цель. Дойти до апостолов. И мы добрались до апостолов. Мне комфортно. Да, комфортно здесь очень. Может, еще здесь появимся. Не думаю, что весь берег оккупирует олигархи. Наверное, для народа, чтобы это будет оставить.